Ледовый дворец «Кристалл» начнут реконструировать в ближайшее время. Спортсооружения собираются приспособить для баскетбольной команды «Автодор». Нашлись спонсоры и проектировщики будущей реконструкции. О том, как уживутся два вида спорта под одной крышей и возможно ли построить универсальный зал, в репортаже Юлии Шишкиной. Саратовский хоккей команда «Кристалл» «Ледовый дворец». За 45 лет к этой обстановке привыкли самые верные болельщики и ветераны хоккея. В феврале 2014-го команда мастеров отыграла здесь свою последнюю игру. На 46-м году дворец ждут кардинальные изменения. К хоккеистам подселят баскетболистов. Саратовский «Автодор» заслужил участие в чемпионате единой лиги ВТБ. Мы заявку сделали, нас утвердили в зоне, в лиге, вернее, ВТБ. И до ноября дали возможность нам привести свои возможности в 100 соответствий, в те требования, а они уже становятся международными, чтобы у нас такая игровая площадка была. Регламент ВТБ требует наличия современного зала на 3000 мест. «Ледовый» рассчитан на 5,5 тысяч. Его чиновники и решили приспособить для тренировок и игр «Автодора». Спонсором реконструкции согласился стать «Руснефть». Ориентировочная стоимость работ – 147 миллионов рублей. Проектировщики прикидывают, с чего начать. «Здесь самое сложное – обеспечить систему на две технологии спортивных соревнований – вентиляцию, отопление. Здесь плюс 5, на трибунах 20. И, вы понимаете, старая технология, она же здесь в куртках сидели. Сейчас мы проектируем, что 24-20 градусов было». На счету Василия Шляпникова и института «Ремстройпроект» в ФОКе в Ленинском и Заводском районах. Ледовые площадки – Вольске и Балакова. В «Кристалле» собираются отремонтировать давно протекающую кровлю, фасад замены витражей, раздевалки, санузлы, фойе. Старые основания вскрывать не будут. Дорого. «Есть технологии – укладные пластиковые трубы и бетон. Закладные новые борта. Вот мы посмотрели здесь по высоте, по отметкам, здесь все позволяет. С фондом сейчас разговоры ведем, говорит, чтобы возможность была как раз новейших всех технологий, которые даст еще ресурс минимум на 50 лет». Вот агенты «Автодора» уже размечают будущую площадку для баскетболистов – 28 на 15 метров. Такого же размера будет паркет – сборный. Планируется, что на лед будут выкладывать термослой по всему периметру арены. А сверху – паркет для баскетбола. «Это не говорит, что хоккея не будет, а будет только баскетбол. Это будет, прежде всего, базовая часть остается и хоккей, и фигурное катание. Просто все совершенно меняется здесь под новую технологию. Даже на лед сегодня укладывается уже, если в Самаре практикуется, и в Москве, вот, насколько мне замминистра сейчас сказал, современное покрытие, которое прямо укладывается на лед, и этот температурный режим выдерживается и на игровом поле, соответственно, и в зрительском зале». Пока не ясны многие нюансы, например, как будут смотреть баскетбол зрители вот этой торцевой трибуны, с учетом площадки впереди – это 30 метров. И что теперь делать с табло, которое не успело морально устареть, и на которое потрачены бюджетные миллионы. Уже прозвучал ближайший срок сдачи объекта – ноябрь. А болельщики «Кристалла» просят губернатора не забыть другую дату. Через два года саратовскому хоккею исполнится 70 лет. И этот юбилей они хотят отпраздновать в родных стенах. Юлия Шишкина, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.